Все еще верите, что вакцину от коронавируса в РФ и создавали, чтобы нация здоровее была? Тогда вам полезно будет послушать следующую историю, начну издалека и так. Купил в магазине обычную бутылку газировки, вот такой Тархун. Разливает Екатеринбургский завод безалкогольных напитков в тонус. Попробуй новый улучшенный вкус, написано на бутылке. Продукт изготовлен по ГОСТу, гласит надпись на этикетке, если кто-то не понимает, что такое ГОСТ. Это государственный стандарт, показатель качества товара, за который берет на себя ответственность не только производитель, но и государство. Президент, правительство, парламент, Роспотребнадзор. То есть, когда какому-то продукту присваивается соответствие требованиям ГОСТ, это значит, что качество гарантируется на самом высоком уровне. Что ж, переворачиваем бутылку, читаем. Содержит источник фенилаланина. Это аминокислота, переизбыток которой в организме может нарушить химию мозга дальше. Не рекомендуется употреблять биобольным с фенилкетанурией. Не рекомендуется. Обратите внимание на формулировку, что это за хворь такая, спрашивайте, рассказываю. В запущенной форме влечет за собой тяжелые и необратимые последствия, такие, например, как умственная отсталость у ребенка, естественно, которому больной передаст свое заболевание по наследству, а еще нарушение зрения, кожные высыпания по типу экземы и даже эпилептические припадки. Продолжаем читать надпись на ГОСТовской бутылочке. Содержит краситель, который может оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей. И вот это и вот отравит, друзья. Наше государство присваивает наивысший уровень качества ГОСТ. Он даже тут прописан. Номер 28188 от 2014 года. То есть Роспотребнадзора. В лице Поповой сказали, да, мы такой стандарт принимаем, это можно употреблять россиянам в пищу и детям тоже. Затем данный стандарт утвердило правительство, одобрило Дума, документ подписал Путин, вуаля. Ребята, еще раз, они на государственном уровне разрешили пичкать вас и ваших детей ядом. О траве ГОСТовский стандарт присвоили 7 лет назад, ага. А теперь задумайтесь, они же сейчас рассказывают вам, что у них есть какая-то чудо-вакцина от коронавируса, которую создавали в заботе о вашем здоровье. Да, это реальная журналистика. Поехали. Всю прошедшую неделю в топе новостей скрип державы, петербургский экономический форум, только рывки и прорывы. Пропагандисты, как обычно, выпрыгивая из трусов, соревновались между собой, кто глубже лизнет, грузили ваню-дурака по полной. Поэтому подробно останавливаться нам не очень хочется. Во-первых, уже обсосали мои коллеги питерский шабаж вдоль и поперек. Во-вторых, говорить просто не о чем. Ну какие могут быть прорывы в экономике у племени Тумба-Юба? Хотя, пару моментов все-таки озвучу, погнали. Что на самом деле порадовало в этот раз, так это то, что теперь и великий кормчий понес бред. О скорой кончине Америки прям так и сказал. Они уверенно идут по пути Советского Союза. А поэтому не за горами ситуация, когда США канут в лету, как однажды СССР. Скоро всей вашей Америки, кирдык. Знаете, вот мне 40 лет, уже даже за 40 и всю свою жизнь я слышу эти россказни. В смысле о скором печальном конце для ненавистных Янки. О том, что их экономика не просто обречена. Она уже практически накрылась этим прекрасным творением Господа. Женским половым органом. Четыре десятка лет прошло, а я все жду когда же. Получается, загулял где-то тот орган. Зато у нас прям все цветет и пахнет в этом плане, в плане экономики, конечно. Кадры, которые покажу дальше. И знаете, как надо правильно смотреть? Вот просто повспоминайте сейчас весь пафос, всю роскошь того форума в Питере. Вот меню, например, которое предлагалось участникам. Ну и другие картинки, которые бы целую неделю у вас пичкали пропагандисты, вспомнили. А теперь добро пожаловать в прорывную Россию. Мы нашли самый потрясающий магазин на свете. Я сейчас вам его покажу. В общем, тут такое старинное советское здание. Он выглядит абсолютно заброшенным. Вот. Вот такая вывеска. Но дверь была открыта, и мы пошли внутрь. А внутри было вот так. Горит одинокая лампочка. И тут, в общем, все заколочено. Вот. Там надпись кафе есть. Но, в общем, мы решили следовать дальше. И тут ребята уже спускаются. Но я вам покажу. Короче, поднимаешься по лестнице. И на втором этаже реально есть магазин. Еще один момент, который просто нельзя обойти стороной. На этот раз они там, в Санкт-Ленинграде, все-таки решили отказаться от проклятого доллара. В смысле, не от вообще хождения американской валюты внутри нашей страны решили отказаться. А вот сейчас очень хорошо прочувствуйте момент. От использования зеленой бумажки в качестве резерва для хранения активов Фонда национального благосостояния Кудрин. Даже нашел альтернативу. И предложил поменять им мерзкие баксы, в которых сегодня, напомню, ЦБ хранит наши с вами накопления на китайские юани. Наша цель такая, может быть, первая, это сделать Россию такой евроизированной страной. Так, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас для этого есть основания. Но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать, перестаньте пользоваться долларами. Стимулы у нас бывают положительные, отрицательные. В принципе, возможно, директивные методы для каких-то государственных компаний. Но, в общем, нужна такая большая комплексная работа, чтобы двинуть всю эту экономику дальше от доллара. И вот в этот момент я поднял кирды к нашему ФНБ. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что пару лет назад госпожа Набиулина уже экспериментировала с юанями. В 2018-2019 годах это было. Так вот, по итогам того эксперимента выяснилось, что на одной только конвертации Центробанк потерял какое-то нереальное количество денег. Называлась цифра более 10 миллиардов в долларовом эквиваленте. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде, наши эффективные управленцы потеряли бабки не на рискованных инвестициях. И на каких-то там опасных операциях, казавшихся поначалу перспективными, они потеряли миллиарды долларов просто на разнице курсов, которые не учли и не просчитали, как какая-нибудь тупая домохозяйка, которая решила обменять СКВ на бусики. Вот сейчас вот эти вот эффективные менеджеры планируют поступить так же, поменять долларовые резервы ФНБ на такие же бусики и тупо назло врагам. Что ж, повторюсь, я нас поздравляю, господа, давайте сделаем в нашей подушке финансовой безопасности вот так. Все, тему с Питером закончили, но историю с рывками и прорывами в российской экономике продолжаем. А ведь за всей этой мишурой как-то незаметно прошло одно очень серьезное назначение. Для экономики нашей страны серьезное. Про знак плюс или минус пока не говорим, опять начну издалека. А помните такую госпожу Карин Кнайсель, это экс-глава МИДа Австрии? Широкой российской общественности мадам стала известна после того, как президент мира приехал к ней на свадьбу и даже станцевал с невестой на глазах у изумленной публики. Так вот, в минувшую среду, 2 июня, стало известно, что госпожа Карина вошла в обновленный состав Совета директоров Роснефти. Примечательно, что это уже не первый чиновник из ЕС, которому предложили занять высокий пост в стратегически важной для нашей страны компании. И назначение этого чиновника снова пролоббировал лично Владимир Путин. Объясните мне тупому. Хлыстунцы Ликова с утра до вечера рассказывают нам по телевизору, что в ненавистной Гейропе окопались кругом враги и эти вороги. Спят и видят, как уничтожить нашу великую страну, как развалить нашу экономику. Кстати, царь тоже обоном с завидным постоянством глаголит. А потом Деда Вова выписывает, значит, этих ненавистных гейропейцев к нам сюда и назначает руководить стратегически важными предприятиями. Это как? Нет, я бы понял, если бы Путин позвал порулить Роснефтью какого-нибудь выдающегося топ-менеджера из Бритиш Петролиум. Ну, типа классный специалист, увеличил обороты BP, расширил присутствие компании на международных рынках, но Путин-то чиновников к нам сюда тащит. Сомневаюсь, что это Карин, большой специалист в нефтегазовом бизнесе. Более того, еще несколько месяцев назад именно она от Австрии подписывала пакеты санкций против Российской Федерации. И мы, опа, за это вот такой подарок. Кстати, все-таки напомню, мадам Кнайсель МИДом руководила в той Австрии, а дипломаты в любой стране, да будет вам известно, всегда, подчеркиваю, всегда являются агентами спецслужб, кадровыми офицерами или внештатными сотрудниками. Это уже дело десятое, но являются. Или наш вождь просто об он им не знал? Так, че там при агентах-то? Ладно, переваривайте. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. Благодарю сеть кафе Фаина Раневская за предоставленное для съемок помещение кафе советского быта. Соответствующая атмосфера. И, кстати, летнюю веранду недавно открыли. Подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.